Встречая чудотворную икону Умиления из поселка Локот в Брянской области, паломники обычно рассчитывают увидеть державный блеск сусального золота и старинное письмо. Почитание святыни очень велико. Между тем, все намного скромнее. История этой иконы начинается в сельском магазине. Одна из покупательниц увидела в продаже прошлогодний календарь с образом на титульной странице. Его продавец собирался выбросить, а чтобы не допустить осквернения лика, женщина купила календарь, а картинку повесила на стену. Что произошло дальше? Помощник епископа уже наглядно показывает, используя репродукцию. По прошествии времени образ на стене замироточил и заблагоухал. Об этом сообщили местному архиерею. К его приезду икону решили в рамочку поместить. Когда образ сняли со стены, то увидели, что на обратной стороне она явила другой образ, но только уже нерукотворный. Это произошло 18 лет назад, и все это время икона почитается как нерукотворный образ. Его даже назвали Умиление Локотское по названию села, где произошло чудо. А драгоценный оклад сделали уже позже, в Софрино. Ее возили по разным городам и странам. Перед ней молились монархи и президенты. Передачи и ток-шоу о ней показывали на ведущих телеканалах мира. А сегодня перед иконой служит молебен в Самарском Кирилло-Мефодиевском соборе. Мира со стекла киота течет постоянно. Экспертиза, которую проводили в лабораториях спецслужб, не смогла установить химический состав и происхождение вещества. Также и само изображение. Искусствоведы утверждают, что такой техники письма еще не было в истории. А вот свидетельства о чудесах от иконы как никогда многочисленны. По словам очевидцев, исцеление, как грибы растут в разных городах, куда бы ее не привозили. Очень громкий был случай исцеления в Грузии. Это было в городе Гори, родина Сталина. У девочки отказали ноги, она перестала ходить, ее отправили в Белисси. Храм ее отец принес на руках, а из храма она шла уже на своих ногах. В Самаре икона умиления Локотская будет находиться до 4 декабря. На праздник введения во храм Пресвятой Богородицы ее увезут. Любая чудотворная икона, она имеет большое значение, потому что Матерь Божия, слыша наши молитвы, откликается на наши просьбы. И вот сопровождающие иконы свидетельствуют о том, что за эти годы тысячи-тысячи случаев чудесных исцелений помощи от Божьей Матери. Поэтому мы надеемся, что и здесь у нас в Самаре Матерь Божия поможет многим-многим людям. Во время самых масштабных церковных торжеств проводится шествие крестным ходом с образом умиления. По дорогам России икона прошла уже сотни тысяч километров. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События.